МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу День веков хронограф. Сегодня 6 октября. Для вас ее проведем мы, я, Юрий Смирнов. И я, Светлана Рудская. Наша программа от всей души поздравляет с днем рождения всех, кто отмечает свой праздник сегодня. Мы желаем вам удачи и любви. 6 октября в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Географ и путешественник Мартин Бехайм, который изготовил первый глобус, отобразивший географические представления о поверхности Земли накануне открытия нового света. И один из первых эпидемиологов, известный гуманист и врач Джон Кайус. Физиолог Фрэнкис Магенди, исследования которого способствовали внедрению в медицинскую практику, стряхнина и морфия. И финансист, и торговец оружием, сэр Безил Захаров. Герой Советского Союза, полярный летчик, Михаил Сергеевич Бабушкин. Актриса Вера Кузнецова, полюбившаяся зрителям по фильмам «Большая семья», «Два капитана», «Раба любви» и автор путевых очерков, легендарный писатель, этнограф и путешественник Тур Хеердал. Прославленная летчица, герой Советского Союза Галина Ивановна Джунковская и Генрих Габай, режиссер фильмов «Зеленый фургон» именем «Революция». Актеры Виктор Павлов и Иозас Будрайтис. Народный художник СССР Александр Шилов. Сегодня 6 октября. На этот день мировой истории отмечен следующими событиями. В 1014 году по приказу византийского императора Василия II были ослеплены 15 тысяч солдат, побежденные им болгарской армией. И в 1648 войска Богдана Хмельницкого осадили Львов. В 1866-м произошло первое в истории США ограбление поезда. Шайка братьев Френа похитила более 10 тысяч долларов. 1883-й. Восточный экспресс закончил свой первый рейс из Парижа в Константинополь. И в 1928-м Чан Кайши был избран президентом Китая. В 1956-м перезахоронение Ласла Райка и других жертв сталинского режима в Венгрии вылилось в мощную демонстрацию, в которой участвовали 200 тысяч жителей Будапешта. И в 1975-м стартовал американский искусственный спутник «Эксплорер-54» с целью изучения атмосферы Земли. В 1981-м году на параде в Каире, посвященном воинской доблести египтян в войне с израильтянами, четверо исламских фундаменталистов в упор расстреляли президента Анвара Садата. И в 1989-м году генерал-губернатором Канады стал выходить из Украины Рейгнатыш. Сегодня, 6 октября, вы смотрите программу «День веков-хронограф». Сейчас мы расскажем вам о самых ярких исторических событиях, произошедших в этот день. Отправляемся в Древнюю Азию. В 1923-м году восставшими крестьянами в собственном дворце был обезглавлен китайский император Ван Ман. В 2008-м году Ван Ман низложил очередного ханьского императора, малолетнего Инди, и провозгласил императором себя в качестве родоначальника новой династии Синь. Будучи руководителем огромной империи, Ван Ман пытался ликвидировать частную собственность на землю и запретить куплю-продажу рабов. Возможно, Ван Ман со временем сумел бы жесткой рукой навести нужный порядок, но судьба распорядилась иначе. Произошедший разлив реки Хуан Хэ привел к гибели сотен тысяч людей, с отоплению многих возделываемых полей, разрушению поселков и городов. Для воспитывавшегося в рамках определенной религиозно-культурной традиции народа, включая и самого Ван Мана, это означало, что Великое Небо недовольно реформами и предупреждает о том. Ван Ман вынужден был не только открыто покавиться, но и отменить значительную часть изданных им указов. Но было уже поздно. Пострадавшие от наводнения беженцы образовали повстанческий отряд во главе с бедняком Фан Чуном, который приказал своим приверженцам в качестве опознавательного знака выкрасить брови в красный цвет. Краснобровы и другие повстанцы со всех сторон двинулись к городу Чанани. После трех дней осады во дворце был схвачен и обезглавлен Ван Ман. Его тело изрубили на куски. В Китае началась гражданская война. В 1812 году русский император Александр I отверг предложение Наполеона о мире, что привело к уходу французской армии из Москвы. Ни Милан, ни Венеция, ни Александрия, ни Каир, ни Яфа, ни Вена, ни Берлин, ни одна столица, куда входили победителями войска Наполеона, не имела в его глазах и в глазах его армии такого огромного политического значения, как древняя русская Москва, соединительное звено Европы и Азии, ключ к мировому владычеству. В Москве император ждал просьбы смирившегося Александра о мире. Армия ждала теплых квартир, изобильного провианта, всех удобств и всех наслаждений огромного города. Но жуткая реальность разрушила радужные надежды французского императора и полностью смешала его стратегические планы. Уже на следующий день после захвата французскими войсками Москвы в городе начался пожар, распространявшийся со страшной скоростью. В короткое время огонь охватил две трети городских кварталов, а ночью подобрался к кремлевским покоям, где расположился Наполеон. Разбуженный ярким пламенем император в сопровождении своих приближенных спешно покинул Кремль, чуть не погибнув при этом. Отступление Великой Армии сопровождалось целым рядом битв. Французы, принужденные этими битвами возвращаться по разоренной Смоленской дороге, тысячами гибли от морозов и голода, и трупами своими устилали дорогу. Несмотря на плачевное состояние некогда сильной и преданной своему полководцу армии, он все еще надеялся на счастливые завершения военной кампании и, не зная, какими силами и средствами располагает противник, думал, что в случае столкновения победа окажется на его стороне. Но история рассудила иначе. Не прошло и двух месяцев, как Наполеон в санях умчался в Париж, поручив Мюрату вывезти из России остатки Великой Армии, еще несколько лет назад державшей в страхе всю Европу. Сегодня 6 октября, вы смотрите программу «День веков-хронограф», и мы продолжаем листать календарь событий. В 1889 году в Париже господа Аллер и Зидлер впервые распахнули двери кабаре «Муленруш». С тех пор французский канкан идентифицируется со знаменитой красной мельницей, венчающей здание театра в районе Мальмартра. Пришедшего сюда прежде всего ошеломлял интерьер. Причудливые комбинации старинного и антикварного с модерном и сюрреализмом, восточного с европейским, «Муленруш» воплотил кредо тогдашней жизни в Париже «Право быть ленивым». Закрывшись в 1915 году, кабаре вновь было открыто лишь в 1921-м, став храмом мюзик-холла. Знаменитые артисты считали для себя честью выступать здесь. В 1937 году Роберт Харман превратил «Муленруш» в ночной клуб, а в 1959 году здесь была организована великолепная кухня, и клиентам предлагался уже ужин-спектакль. С 1962 года руководство знаменитым кабаре взял на себя Джеки Клерико, первая же программа которого «Фру-фру» «Шелест» произвела неописуемый фурор. С тех пор все названия программ «Муленруш» начинаются только на букву «Ф». Редактор субтитров А.Семкин